Сегодня пластиковые карты получают все большее признание из-за удобства их применения. Их можно использовать для платежей там, где возможен безналичный расчет. Они служат для получения и хранения денежных сумм. Все операции в платежной системе проходят быстро и четко. Существует много методов пополнения баланса карточки Сбербанка. Остановимся на них подробнее. Большинство граждан пользуются банкоматом. Они удобны и просты в эксплуатации, функционируют в любое время суток, деньги приходят практически мгновенно, можно отправить сумму на все карточки. Есть и недостатки этого метода. Не каждый банкомат принимает средства в валюте, иногда отсутствует прием по некоторым из них. Не желающие разбираться в премудростях банкоматов, могут воспользоваться кассой банка. Нужна пластиковая карта, паспорт-держатель и знание ПИН-кода. Деньги на счет поступают сразу. Вариант хороший, но единственный минус очереди. Удобный способ пополнения баланса терминала самообслуживания. Но если это платежное устройство разных систем, то берется комиссия, зависящая от суммы перевода. Безналичные формы переводов с одного счета на другой, причем удобнее, если у держателей карт одна платежная система. Безналичный перевод через кассу банка. Электронные деньги. Процедура проводится самостоятельно, без участия третьих лиц. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Подробные инструкции и меню на световом табло терминала помогут разобраться с порядком выполнения действий. Подойдя к банкомату, проверьте наличие карты денег и ПИН-кода. Убедитесь, что устройство работает. И начните процедуру. Один карточку в банкомат вверх лицевой стороной. Числовой код номера должен находиться справа от приемного отверстия. Если все сделано правильно, устройство втянет карту внутрь. В противном случае поменяйте положение карточки и начните ее вводить заново. Два системы запросят ПИН-код. Наберите его на клавиатуре. Для безопасности прикройте клавиши рукой. 3. В меню выберите раздел «Операции с наличными». Зайдите в него. Пункт «Внесение наличных» или «Пополнение» выбираем на следующем шаге. 4. Деньги нужно вставлять в приемник, используя указание о количестве купюр за один раз. Внимательно читайте всплывающее сообщение и следуйте распоряжением системы. Убедитесь в правильности внесенной суммы и только потом подтвердите ее. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. При ошибках найдите в меню пункты «Исправить или доложить» и подкорректируйте взнос. 5. После подтверждения операции, деньги на счет поступают мгновенно. При желании выполнить дополнительные действия, не вытаскивайте карточку, а вернитесь в главное меню. Выбирайте следующий шаг. 6. Все полученные чеки сохраните. Таким нехитрым путем можно пополнить баланс как дебетовой, так и кредитной карты. Текст озвучен в Яндекс Клауд. А если подключить интернет-банкинг Сбербанк Онлайн, то в ту же секунду на мобильный телефон придет сообщение о поступлении денег на карточку. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok